В Ялтинском клубе юных моряков прошел этап пешеходного квеста для школьников. Игра была посвящена истории города и его геральдике. Воспитанники клуба, как это принято в квесте, искали сокровища, спрятанные в исторической части города. Поликоровский холм – сердце Ялты, место, с которого начинался город. И именно с него мы решили начать наши поиски. Мы назвали квест «Сердце Ялты». Игра началась в музее морской славы клуба юных моряков. Кюмовцы получили письмо и узнали о похищении редких фотографий, старинных карт и важных писем об истории Ялты. А кроме того, по легенде квеста злоумышленники похитили герб города. Ребята приняли вызов и отправились искать утерянные артефакты. День выдался солнечным, и в таря погоде старые улицы города запестрили тельняшками и гюйсами, оживили с детским азартом поиска сокровищ. На Поликоровском холме, в Нижней Массандре, на набережной были спрятаны клады квеста. А начинался путь обеих команд с благословения. Одна из команд отправилась в самый старый соборный храм нашего города, освященный в честь Иоанна Златоуста. Колокольня этого храма обозначена во всех лоциях мира. Именно на ней, под языком колокола, мы и нашли наш первый клад. Ребята из второй команды отправились в храм святителя Николая и мученицы царицы Александры в Массандре. Он был построен без малого сто лет назад для моряков и офицеров флота, находящихся на санаторном лечении. Здесь ледопыта встретил и благословил настоятель храма. Прошлое города в этот день было у ребят в руках. Команды шли по городу по картам со старинными названиями. Они находили архивные фотографии и открытки прошлого века, сравнивали современную Ялту с видами, изменившимися со временем. Поиск – это всегда и личные победы, и общие. Стрельба покажет, кто самый меткий в команде, а флажковый семафор – дружна ли команда. Один принимает сообщение, другой записывает. Потом все зависит от команды. Нужно прочесть загадку, решить ее и найти спрятанный клад. Историю города можно было буквально потрогать руками. Отполированный канатами и временем старинный кнехт, мимо которого каждый день пробегали, не замечая. Ржавые следы старинной ограды, о которую сто лет назад бился морской накат за парапетом верхней набережной. Первый ялтинский герб на фасаде здания. На каждой стоянке мы находили по одной части герба Ялты. Виноградную лозу, лавровую ветвь, льва или морского конька. А когда все было собрано, мы встретились с художником-герельмастером Сергеем Белокуловым. Создатель нынешнего герба города рассказал ребятам о том, что значит каждая деталь, что написано на девизной ленте и почему морской конек – это самый лучший охранник герба. Интересное дело всегда находит преданных друзей. Кюмовцам помогали ялтинское благочиние и глава городской администрации Андрей Растенко, центральная библиотека и историко-краеведческий альманах Старая Ялта, городское отделение ДОСАВ и неравнодушные горожане.